Здравствуйте, наши дорогие телеприхожане! Во времена Своего служения людям, Иисус очень многим помог. Многие люди Ему благоволили, но были и те, кто видел в Нем угрозу для своего влияния, и они хотели устранить Ему. В то же время они вели себя как благочестивые люди и пытались не выдать свой гнев. Их поведение мы можем охарактеризовать как религиозное лицемерие. Но как же они именно вели себя? Каковы основные черты такого поведения? Обо всем этом и не только вы услышите прямо сейчас. Приятного просмотра! Давайте сейчас встанем, чтобы прочесть Слово Божие. Сегодня мы прочитаем отрывок из Евангелия от Марка. Это 12 глава, с 13 по 17 стих. Итак, Евангелие от Марка, глава 12, с 13 стиха, по 17-й включительно. «И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в Слове. Они же, придя, говорят Ему». «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать, подать Кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Но Он, зная их лицемерие, сказал им в ответ, что искушаете Меня. «Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его». Они принесли Ему динарий. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись на динарии. «Они сказали Ему, Кесарево». И Иисус сказал им в ответ, «Итак, отдавайте Кесарево, Кесарю, а Божие отдавайте Богу». И дивились Ему. Аминь. А теперь можете присаживаться. Спасибо большое. Этот отрывок относится к последней неделе жизни Иисуса на земле перед Его распятием. Мы помним, что в последнюю неделю своей жизни Он жил в Вифании, пригороде Иерусалим, и каждый день ходил оттуда в город. Воскресенье, которое мы сегодня называем вербным воскресеньем, он въехал в Иерусалим на молодом осле. И ему возрадовалось 10 тысяч человек. В понедельник, когда он снова вернулся в Вифанию, а потом опять отправился в Иерусалим, он проклил смоковницу и очистил храм от торговцев. А во вторник он снова вернулся назад. И вот как раз этот день мы сегодня и рассматриваем. Он пришел в Иерусалим, а это была пасхальная неделя. И город был полон людей. Туда пришли миллионы человек со всего света. Присутствие там Иисуса вызвало большой интерес. Люди устремились к нему. А фарисеев и книжников это испугало. Для них Иисус был серьезной угрозой для их власти и их главенства. А еще это очень оскорбило их гордость, ибо Иисус их очень сильно критиковал. Незадолго до этого он рассказал притчу о виноградарях и ясно дал понять, что этими виноградарями были фарисеи и книжники. А сам виноградник принадлежал Богу. И он посылал к ним посланников, чтобы узнать, как дела с урожаем. Но эти виноградари прогнали Божьих посланников, и убили их. И тогда владелец виноградника послал к ним своего сына, но они убили и его. И тут было ясно, что Иисус говорил о фарисеях и книжниках. Они хотели его тут же схватить. Они не могли позволить, чтобы это продолжалось и дальше. И вот что мы можем прочитать в стихе, предшествующем нашему сегодняшнему отрывку. Но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. Но на этом проблемы с Иисусом для них, разумеется, не разрешились. Он все еще был в городе, поэтому они созвали совет. А в отчаянии они стали искать способ сделать его нежеланным среди народа и преподнести его римлянам как мятежникам. Они хотели, чтобы римляне устранили его. Результатом их совещания был план из трех пунктов. Сейчас мы рассматриваем первый пункт. Итак, во-первых, они послали делегацию, состоявшую из фарисеев. Об этом мы уже сегодня прочитали, но Библию нужно читать очень внимательно. Сегодня мы обратим внимание на первый стих нашего сегодняшнего отрывка. Итак, они послали делегацию, состоявшую из фарисеев. Это был первый пункт их плана. Второй пункт мы можем видеть в 18 стихе. Затем они послали делегацию, состоявшую из саддукеев. Третий пункт описан в 21 стихе. Они послали делегацию, состоявшую из книжников. Все эти делегации были посланы с целью подловить Иисуса, чтобы он сказал что-то не то, и они могли его арестовать. Я говорю сейчас о фарисеях. Они притворялись набожными, но на самом деле имели очень злые намерения. Мы видим здесь, как функционирует религиозная лицемерие. Сначала они создали союз, основанный на зле. В нашем сегодняшнем отрывке сказано «и посылают к нему». Это первый пункт. Некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. А Лука тоже рассказывает в своем Евангелии об этом событии. И вот что он пишет. «И наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителям». Итак, их план был надеть благочестивые маски и с блаженными улыбками и при помощи религиозного вокабуляра заставить Иисуса сказать что-то, чтобы римляне его арестовали. Чтобы исполнить свою цель, то есть убить Иисуса, они создали союз, основанный на зле. «Ибо, как мы прочитали, именно фарисеи и иродиане подошли к нему на первой стадии плана». Эти две народности по природе своей не были друзьями. У них были разные интересы, и отношения друг к другу нельзя было назвать таким уж хорошим. фарисеи были иудейской религиозной партией, которая выступала за соблюдение законов Моисея в повседневной жизни. И кроме того, они установили много других предписаний, чтобы народ неукоснительно соблюдал закон. они были чрезвычайно религиозными людьми. Иродиане же, наоборот, были совсем нерелигиозны. Фарисеи были хранителями закона Божьего, иродиане хранителями закона Рима, иродиане приняли власть захватчиков. Они хотели хорошо выглядеть в их глазах и соблюдать римский закон и протокол. Фарисеи ненавидели Иродиан за то, что те сотрудничали с Римом. Проблема фарисеев заключалась в том, что они хотели избавиться от Иисуса по богословским причинам. Но богословие не было достаточной причиной для того, чтобы римляне устранили Иисуса. Значит, нужно было найти политическую причину. И чтобы осуществить свою цель, они заключили пакт с народностью, с которой вообще-то они враждовали. Итак, фарисеи объединились с Иродианами, чтобы засвидетельствовать, что Иисус говорил что-то против Рима. А вот какой у них был план. такой союз, основанный на зле, мы уже видели ранее в третьей главе, когда Иисус в шаббат исцелил человека с высохшей рукой. Тогда фарисеи посовещались с Иродианами, как они могут убить Иисуса. Так было всегда. Дорогие прихожане, светские люди и учителя религиозного права на самом деле не очень-то и симпатизировали друг другу. Они презирали друг друга и не любили взгляды друг друга. Но была вещь, которую они любили еще меньше, чем взгляды друг друга. этой вещью была благая весть об Иисусе Христе. Поэтому они и объединились и стали действовать сообща, чтобы убить Иисуса. Мы можем видеть, что здесь мы, а в некотором смысле, имеем дело и с политикой, и Родиане, и с религией, фарисеи, все вместе. Обе этих народности преследовали цель избавиться от Иисуса. И те и другие просто не могли вынести существование такой вещи, как благая весть. Они не могли вынести мысли о том, что в этот мир должен прийти кто-то, посланный Богом, чтобы заплатить за грехи людей. Это никак не сочеталось с их картиной мира. И у тех, и у других они не могли допустить того, чтобы святость была в ком-то другом. Они не соглашались с тем, что нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Такое мы можем видеть и по сей день. Сегодня тоже есть союзы, основанные на зле. Это союзы против Христа и его благой вести. Так что нередко политика и религия объединяются во многих регионах мира и начинают действовать сообща. Они говорят мы не хотим иметь ничего общего с этим Иисусом. Ради этого мы готовы даже вступить в союз со своими оппонентами и противниками. Поэтому мы не должны удивляться, когда и сегодня появляются союзы против Христа и его народа. Это должно скорее побудить нас встать на колени и молиться. Чтобы мы сказали Господь сохрани нам свободу жить своей верой и иметь возможность исповедовать ее публично. Итак, это то, что касается союза основанного на зле. Второй характеристикой религиозных лицемеров является то, что они не пренебрегают злой лестью. Эти люди хотели обвести Иисуса вокруг пальца. Религиозная лицемерие часто сопровождается злой лестью. А вот что сказали эти люди. Давайте сейчас обратимся к Библии. Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо. Внезапно он становится для них учителем. Он был учителем, он учил, но они не были его учениками. Они ни мгновения не верили в то, что он это учитель. Они были убеждены, в противоположном. Они считали его лжецом, обманщиком, шарлатаном и мошенником, которого следовало устранить и даже убить. А вот во что они верили. Но тогда они сказали ему, учитель, они сказали ему, мы знаем, что ты справедлив. А еще они сказали, ты не заботишься об угождении кому-либо. Тебе все равно, кто перед тобой стоит. Ты не держишь нос по ветру. Учитель, ты такой замечательный. Когда они говорили эти слова, лезть, так и лилась из них, и образовало в итоге целое море, это просто ужасно и отвратительно. Так почему же они назвали его в тот раз учителем? Ну, во-первых, потому что знали, что рядом был народ. Они хотели, чтобы народ был на их стороне, а народ считал этого человека учителем, поэтому они решили не препятствовать их вере. Почему же еще? Возможно, они поступили так и по другой причине. Всем вам прекрасно известно, что когда кто-то говорит вам что-то милое, когда кто-то говорит вам, что вы справедливы, а потом задает вам какой-то вопрос, а вы думаете, я должен ответить на этот вопрос в соответствии с тем, как меня только что назвали. «Так я не потеряю свое лицо». «Да, я учитель и выступаю за справедливость, поэтому я должен ответить правильно и мудро, то есть такая лесть оказывает на нас моральное давление». «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь». Да, Иисус учил пути Божию, он провозглашал истину, он сказал, «Я есть мпуц и истина и жизнь». Да, за словами этих людей явно что-то стояло, и это точно была ложь, потому что если бы они действительно верили в то, что они говорили, то они бы давно уже стали его учениками. Если уж он действительно учил пути Божию, а их действительно интересовал путь Божий, тогда бы они сказали, «Учитель, ты учишь пути Божию, нас как раз интересует Божий путь, и поскольку ты учишь пути Божию, а нас он интересует, мы хотим стать твоими учениками и следоваться за тобою». А вот что должны были они сказать, если они действительно в это верили. Они знали, что он учит пути Божию, но когда он оказался рядом с ними, они не захотели идти Божьим путем. Такие люди встречаются и сегодня. Их много, очень много. Я почти уверен, что здесь сейчас тоже есть несколько таких людей. Они есть перед телевизорами. Это некоторые из людей, смотрящих сейчас эту программу, или даже многие из них это люди, которые говорят, я хочу познать путь Божий и пойти им. Но когда дело доходит до того, что путь Божий означает, что нужно слушаться Слова Божьего, то тогда они говорят, нет, этого мы не хотим, это для нас слишком. Мы хотим лишь в общих чертах знать, о чем мыслит Бог и кто он такой вообще. Не так близко. Если это как-то повлияет на нашу повседневную жизнь, на отношения к нам наших соседей, наших коллег, наших начальников, наших жён и мужей, если это как-то повлияет на моральную и этическую сторону нашей жизни и вообще на все наши мысли и дела, то, пожалуй, лучше и не надо. Мы не можем сказать, что мы заинтересованы в Боге и в Его пути и в то же время заявлять, что Он не должен иметь ничего общего с нашими жизнями. Так не пойдет. Итак, мы видим здесь союз, основанный на зле, а также лезть. Ну и в-третьих, они задали Иисусу один подлый вопрос. И вот Он, этот вопрос, позволительно ли давать, подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? на этот вопрос с первого взгляда и в имеющемся контексте почти невозможно ответить сразу? Они ожидали, что Он ответит им «Да» или «Нет». Позволительно ли нам давать подать римскому императору, который поклоняется языческим богам и захватившему святую Божью землю израильскую? Должны ли мы платить ему налоги? Этот вопрос был очень опасен и в политическом, и в богословском плане. Должен ли был Иисус ответить «Да», тогда бы Он сразу настроил народ против Себя. Они очень не любили кесаря. Или же Он должен был сказать «Нет». На этот случай фарисеи прихватили с собой Иродиан. Давай же, скажи «нет», Иисус, скажи «нет». Тогда мы пойдем к наместнику, и завтра тебе отрубят голову. Такой ответ мог быть интерпретирован как призыв к насильственному политическому восстанию против Рима. Какое уже пытались предпринять религиозные фанатики в шестом году от Рождества Христова. Они бы сказали, что Он призывал к восстанию против уплаты податей. Иисус попал в их тиски. Они ждали, что Он скажет «да» или «нет». Так что же, позволительно ли нам платить императору «да» или «нет»? Но Иисус еще не закончил со своими наставлениями. И вот наконец Он взял дело в Свои руки. Аллилуйя! Послушайте, что сказано в Библии. Но Он, зная их лицемерие. Конечно же. Он был справедливым человеком и справедливым Богом. И будучи справедливым Богом, Он знал их намерения. Он знает все. Да, Иисус знает все. В Евангелии от Иоанна сказано, что Он сам знал, что в человеке. А в Евангелии от Луки мы читаем, Он же уразумев лукавство их. А послание к евреям сказано, нет, твари сокровенные от него, но все обнажено и открыто передачами его. Ему дадим отчет. Иисус знает все. Ему известно, что сокрыто в самых потаенных уголках ваших сердец. Все, что мы скрываем, Он знает, истим мы или нет. Он знает, серьезно мы или нет. Нет никакого смысла в том, чтобы прикидываться перед ним тем, кем мы не являемся, или вести какую-то тайную борьбу против него, или же намереваться его убить и лишить жизни. Он же уразумев лукавство их, Он вас прекрасно знает. Он знает и меня. Не надо играть перед ним. комедия. И вот что Он ответил. Зачем вы искушаете меня? Они делали это довольно часто. Ранее в Евангелии от Марка фарисеи уже задавали ему вопрос о разводе. Там сказано, подошли фарисеи и спросили, искушая его. А еще ранее в Евангелии от Марка приводится такая история. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И вот они снова пришли к нему, чтобы искусить. Иисус сказал им, послушайте фарисеи, прекратите свои игры. Зачем вы искушаете меня? Это был первый раз, когда он ответил на их искушание. Зачем вы искушаете меня? Зачем вы играете со мною в эти игры? Послушайте, вы должны задать этот вопрос и себе. Каждый из нас должен ответить на этот вопрос. Может ли Иисус скажет и вам, зачем вы искушаете меня? Он все знает. Он знает. Когда вы льстите, мы не можем скрыть от него нашу ложь. Наша улыбка не введет его в заблуждение. Не играйте с Иисусом. Он держит ваши жизни в своих руках. Попросите его войти к вам в сердце. Нет никакого смысла в том, чтобы притворяться перед ним. Просто обратитесь к нему и скажите ему, Иисус, я прошу тебя, войди в мое сердце. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Продолжение следует...